Сегодня тема просто бомбическая, особенно учитывая время, в которое мы живем. Речь пойдет про Вайс, в прошлом Трансфер Вайс. Сервис создан для удобного перевода денег за границу и из-за границы. Собственно, по всему миру, причем с минимальными процентами. Есть у Вайс еще одно достоинство, о котором вы узнаете, посмотрев скринкаст. Поехали. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сразу, чтобы далеко не ходить, покажу, что это такое. Вот сейчас я отправлю 10 евро человеку, который живет в одной из стран Европы со своего счета в Вайс. Счет у меня рублевый, поэтому сначала я переведу рубли в евро. Курс у него соответствует курсу ЦБ, иногда чуть выше. Ну то есть привет Сбербанку, у которого курс на конвертацию, рублей на 5 ниже ЦБ и только на конвертации вы теряете по 200 рублей с 1000. Сейчас он пишет, что комиссия составит 30 рублей и мы экономим до 197 на комиссии. Если у получателя есть аккаунт Вайс, даже реквизиты заполнять не нужно. Кроме того, если у получателя есть аккаунт Вайс, то комиссия резко снижается. У меня она составляет 5 с половиной рублей, при том, что деньги конвертируются по крайне выгодному курсу. Все, деньги улетели, человеку они поступили через 2 секунды и забегая вперед скажу, что пересылая их назад, человек не заплатил вообще никаких процентов, поскольку он их не конвертировал. А поступили они на мой евро счет в Брюсселе, который я завел через Вайс буквально минуты за полторы. Все это, конечно, немного условно, но поехали. Сейчас все поймете. На главный Вайс примеры транзакций можете посмотреть, что сколько стоит и сколько экономите. Кстати, про курс. Сейчас они считают по 78.14. Скринкаст записывал давно, сейчас ситуация кардинально поменялась. При этом курс на тот момент составлял 77.62, а лучшие обменники меняли доллары по 77.30. Ну то есть только на разнице курса вы экономите почти тысячу рублей с тысячи долларов. Ну ладно, хватит восторгов, регистрируемся. Адрес электронной почты, потом пароль, телефон. Я не снял регистрацию, но она там предельно простая. Все, мы в аккаунте. Здесь настройки, данные об аккаунте и здесь же можно завершить регистрацию. Я, похоже, этого не сделал, а может так и надо. Личный профиль, личные данные. Советую, кстати, не фальсифицировать. Во-первых, потом ничего не докажете, а разговор идет о деньгах. Во-вторых, есть основания предполагать, что не сможете завести тут счет. Я не пробовал фальсифицировать, но предполагаю. Все. И нажимаем на начать. Открыть баланс. Баланс это условно ваш счет в ВАЙС. Он может быть в разных валютах, у счета могут быть реквизиты, официальные банковские реквизиты и вы сможете получать на него деньги из обычных банков и организаций. Откроем баланс в рублях. Рубль одна из самых проблемных валют в ВАЙС, насколько я понял. Но вообще о работе с рублем расскажу чуть позже. Добавим также долларовый баланс и евробаланс. Все. Баланс и есть. Пока это еще не ваши счета, это красивая картинка слева. Для того, чтобы это стало счетом, нужно внести на депозит, ну то есть на баланс 1730 рублей и подтвердить личность. Деньги при этом не сгорят, они останутся у вас на балансе, а личность подтверждается реально в три клика. Ну я думаю у вас уже созрел главный вопрос. Ну и что, это все виртуальные деньги, которые летают в ВАЙС? Нет. Это реальные деньги, которые вы можете вывести в любой валюте в любом банке. Я, например, добавлю свой рублевый счет в банке. Тут стандартные реквизиты. И вот теперь я могу выводить деньги со всех балансов на свой рублевый счет. Правда тут уже будут проценты, но тоже не конские. Все, рублевый счет есть. Деньги я уже могу вывести и пора себе завести какой-нибудь евросчет в каком-нибудь Брюсселе. Окей. Сначала добавим денег на баланс. У меня есть долларовая карточка. Тут, видите, комиссии нет, но это, по-моему, по акции как свежезарегистрированный пользователь. Впоследствии тут есть комиссия. Ну а мы переводим 1730 рублей, опять же, по выгодному курсу и переходим к следующей стадии. А именно, а вот, кстати, деньги уже поступили, а именно к подтверждению личности. Не думаю, что цели тут играют какую-то роль, но еще раз советую не врать. И дальше нужно отсканировать QR-код телефоном. Там будет ссылка. Переходите по ней и этим же телефоном делаете фото паспорта. Загранпаспорт российский не работает или прав. По-моему, права работают. А также селфи и получаете спустя несколько минут что? Счет в евро в Брюсселе, Бельгия. На который можете получать евро, из которого можете отправлять евро. Как это делается, я показал вначале скринкаста. Отправлял я, кстати, деньги со своего баланса, которые добавил, чтобы открыть счет. Ну и я думаю, все уже поняли о каком достоинстве, кроме собственно перевода денег, я говорил вначале. Не буду расшифровывать. Как говорит Пивоваров, все все понимают. Все любите друг друга. Мне кажется, нельзя удержать современный мир в ежевых рукавицах. Он стал настолько гибкий, что просочится сквозь любые рукавицы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Два раза сказал, потому что ситуация жесткая. Хорошо. Оставляйте вам 없ừ домы RED, чем делая слеза. Передушу я-пакль,ções на лично.